Костян, вот только честно, признайся, в твоих океанических глазах уже много девчонок утонуло? Ой! Ой! Добрый вечер! Я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Привет, коллеги! Наш сегодняшний жених утверждает, что у него нет врагов. Правда, девушки у него тоже нет, поэтому я не знаю, хорошо это или плохо. А вот побороться за него сегодня пришли эмоциональная Ольга, щедрая Алена и напористая Анна. Но давайте сначала с женихом познакомимся. В моей творческой жизни мне частенько требуется вдохновение. Я надеюсь, что сегодня встречу ту, которая меня приятно удивит. Константин, 31 год. Влюбился в девушку с яркой внешностью, обольстительной профессией и мистическими увлечениями, но вскоре понял, что не разделяет ее убеждений. Константин по образованию врач-стоматолог, работает дизайнером интерьеров, увлекается фотографией и эзотерикой, гордится тем, что у него нет врагов, предупреждает, что его спальня напоминает бунгало, признается, что теряет голову от восточных ароматов. Константин не свяжет свою жизнь с замкнутой занудой и сотрудницей офиса. Женится на ухоженная владательница пирсинга, которая не будет интересоваться размером его зарплаты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Очень красиво. Красочный букет. Роза, когда моя фантазия подуспокоилась, я решил сделать вот такой букет из просто сочной классики. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогой. Чего я там подуспокоилась с фантазией? Жаль. И еще у меня есть подарки, которые я сделала своими руками. Это зеркала, на которых написано «Вы так прекрасны». Для каждого из вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь, это не с намеком. На себя обратись. А что это вам, милок, стоматолог и вдруг дизайнер интерьеров? Ну-ка, рассказывайте мне. Ну, так сложилось, что на последнем курсе института произошли некоторые изменения в моих взглядах на жизнь. Я ни в коем случае не пожалел о том, что учился на врача. Но, сталкиваясь с некоторыми философскими книгами, я подумал, что мне еще интересно заниматься, скажем, и поиском жизни. С Библией? Нет. Это больше эзотерика. Это восточная философия. Как тебе, Константин? Приятные. Книги по эзотерике повлияли, сформировали ваш вкус по отношению к женщинам? По отношению к женщинам нет. Оно, как бы, мое мнение было достаточно сформировано на тот момент. Просто я решил уйти в сферу дизайна. Занимался интерьерами. До этого я занимался скульптурой, разным прикладным творчеством. Мне было интересно это. Я хочу все-таки поближе к тому, что вы являетесь не тайным, а явным эротоманом. Вот нравятся вам девушки, при том с экзотической внешностью и с, не знаю, что экзотической, это, так сказать, профессия стриптизерши или нет, но тянет вас на девушек вот этого круга. У меня было одно знакомство с такой девушкой. Мы познакомились в Крыму на пляже. Это была мулатка. За ней мужчины ходили толпами. Так случайно получилось, что... Она выбрала вас. Да, причем я вел себя крайне скромно на фоне тех назойливых ребят, которые стояли в очереди. Видимо, это сыграло какую-то решающую роль. Слушай, у нее очень приятная улыбка. Добрая. Добрая. Я пытаюсь пока понять, я еще вот... Нет ощущения, что у него камень за пазухой. Я вот, потому что открытый. Да, на экзотических, говорите. И у вас с ней завязался роман? Да, к сожалению, на море нам оставалось пребывать дня три. Я отдыхал с другом. Ну, вот вечера мы проводили вместе. Она еще была, ну и есть специалистом по массажу. И наши вечера складывались достаточно романтично. Я тогда еще... Она вам массаж бесплатный делала? Да, бесплатный. И как вы ее застали, делающий массаж другим дяденькам? Ой, это случилось уже, когда наши отношения продолжились в Москве. Ну, однажды, да, была такая ситуация. Звоню ей, говорю, я так по тебе соскучился. Она там с крепящим утренним голосом. Ой, дорогой, там, давай увидимся днем. Я говорю, ну ты знаешь, я настолько сильно соскучился, что мне нужно увидеть тебя прямо сейчас. И я уже у дверей. Я говорю, открывай. Ну вот, она открывает. Ну, проходи. Ну, конечно, стоят там мужские кроссовки, разбросано нижнее белье. В общем, ты не подумай. Примерно с этих дней ко мне уже окончательно пришло решение, что отношениями я для себя это назвать серьезными не могу. Я готов расставаться. Ну, это она его не ставила всерьез. А вы мужчину-то стали искать? А же красотки-то с трусами? А он в соседней комнате спал. Сегодня один мужчина. Он разве виноват? Он принес свои деньги. Зачем? Он при чем здесь? Да, это было бесплатно и неважно, я думаю. Нет, важно то, что она потом вам призналась, что беременна от вас. Да. Буквально вот, когда я принял решение расставаться, у нее там плохое самочувствие. Мы уже созванивались один раз в несколько дней. И после этого она мне сообщает, что у нее беременность поставили. И она приняла решение, что она точно будет рожать, независимо от моего решения. Здравствуйте. Значит, у него ребенок есть? Да, видимо, да. Ребенок подрастет, захочет узнать, кто его отец. Вы знаете, я думаю, что она ему уже говорит, что я его папа. Мы видимся несколько раз в год. Они живут в коммунальной квартире, где в соседней комнате проживает семья, у которых нет ребенка. И она, скажем так... Соседи ей помогают? Соседи ей помогают, да. Воспитывают. Да. А не мужчина? Интересно. Ну, мама пока на заработках. Значит, если это ребенок ваш, и он сейчас живет в таких ужасных условиях, а вашего ребенка воспитывают соседи, а у вас мама с папой знают об этом ребенке? Да. И что, они говорят, они видели его? В живую не видели, однажды на передаче видели, но они предпочли остаться тем более безучастным, чем безучастным остался я на тот момент. То есть я принял решение, что я не буду изображать из себя заботу, которую я не могу дать, и на тот момент не готов и не хочу. То есть я сознательно принял решение неучастия внутри той семьи. Значит, страсти страстями, а ответственность? Да, то есть, получается, живые родители, мама, папа, а ребенок непонятно где живет. Никому не нужен. А вы были женаты еще, да? Да. До... Да, после этого у меня было... А, после этого? Да. Так сколько же вашему ребенку сейчас? Ну, в смысле, после Антоники у меня появились отношения с девушкой, с которой мы очень сильно друг в друга влюбились и... Поженились? С первых дней, да, жили вместе. Спустя 9 месяцев мы поженились. Прекрасно жили. Потом у нас родился малыш. А у вас еще ребенок? Да, у меня есть сын. Мы назвали его Ларго. Ему сейчас... А почему Ларго? Ларго. Что за имя? Как корабль, что ли? Или как лодка? Нет. Это Арго корабля. Ларго, это медленно по-итальянски. Ну, это медленно по-итальянски. Это испанское имя. На самом деле, это экзотическое решение пришло не вот так вот прям... Ларго Константинович? Да. Да, любит он экзотику. Везде это прослеживается. А что с женой с этой... Она русская? Да. Русская женщина, которая назвала... Она согласилась так назвать. Я в начале предлагал русские имена, но ответы были такими, что... Ой, нет, там, Кирилл не нравится, Никита не подходит, там, с этим ассоциации другие. И, в общем, я предлагал-предлагал, говорю, хорошо, предлагайте вы. А у нас идей нет. Дело в том, что нам очень понравился фильм «Ларго Винч», главный герой, которого звали Ларго. Ну, понятно. Хорошо, что не в честь какой-нибудь компьютерной игры. Обошлось. Ну, да. Скажите, Константин, так вы были официально женаты на этой? Да, да. А вы с ней-то почему не вместе? Что случилось? После рождения ребенка как-то у нас перестроилось внутри семьи, скажем, мы поменялись ролями. То есть я... у меня был творческий провал в работе, соответственно, финансовый. Ну, в общем, как-то я... мне трудно объяснить сейчас последовательно, но мы поменялись ролями. В общем, я больше занимался по хозяйству в итоге. Костя, про какое вы творчество сейчас? Извините. Вы врач-самотолог по профессии, да? Да. Не стали работать с врачом? А сейчас вы работаете... как ваша называется специальность? Фотограф и дизайнер. А, фотограф и дизайнер. И у вас начались простои? Да. Вы не стали зарабатывать деньги, и у нее появились к вам претензии? Ну да, это все перерастало во взаимные. То есть меня не устраивал там бардак или неприготовленная еда, или что-то еще. Ее не устраивало то, что я не зарабатываю. Не готова к этому. Ну да. Ответственность. Финансовые трудности. Да. Нужно же содержать. И вот вы хотите сейчас девушку. Хорошо бы, чтобы у нее был пирсинг, чтобы она зажигала. Это вы-то в 31 год хотите такую же яркую, да, не обремененную никакими заботами. Чтобы не интересовалась размером зарплаты. Вот этот пункт меня поразил в самое сердце. Дело не в том, что девушки меркантильные интересуются как следствие размером зарплаты. Ведь вы поймите, что это тоже важная информация о мужчине. Например, если я понимаю, что кавалер, скажем, не очень богат, я не буду просить его вести меня в какие-то места, я буду скромнее, я буду, соответственно, себя вести в соответственной ситуации. Это же важная информация для женщины. Конечно, девушка яркая, самостоятельная, красивая, модная. У вас двое детей на сегодняшний день, то есть алименты. Официальных алиментов на мне не лежит. Ну, это еще, конечно. Ну, может, человек чистый. А еще спальня у него как бунгало. Это в смысле с намеком, что с Милой Морайфой шлаше? Возможно, но... Если я вижу, что человек не может себе это позволить, я не ставлю его в неловкую ситуацию и не веду куда-то. Ой, я вот сижу и думаю, ну, мужчина все-таки, если у него зарплата нет, ну, как-то его надо бы за что-то другое уважать, в общем-то. Вот слушаю, слушаю, думаю, ну, может быть, творчески, вот цветочки хорошо собирает. Думаю, ну, на коли цветочки ведь надоедят, собственно говоря. И сразу вспоминая бабушку свою, она говорила, говорит, если мужа не за это уважать, придумай сама, начни культивировать в нем, глядишь, поверит. Вот у тебя и повод для уважения появится. Поэтому буду спрашивать девчонок, чего они хотят вас культивировать, ну, чтобы уважение появилось. А буду смотреть на вас. Может быть, это вам и понравится, собственно говоря, чтобы когда не впустую этот процесс происходил. А так вы мутно непонятны совершенно для меня. Я просто в выборе девушки склоняюсь, вот, как Василиса сказала, не к тому меркантильному подходу, когда молодому человеку объявляют, что мне нужен с зарплатой от. Вот. Я просто стараюсь не жить этими категориями. Я хочу, чтобы девушка ценила мой внутренний мир, который, ну, вот, в рамках там... В внутреннем мире такого особенного, что она ее может зацепить. Вы уже до 31 года столько накосячили. Двое детей, которые растут без отца. Ну, что там говорить, правда? Вы знаете... Вы тешили до сих пор свои инстинкты, похоть свою. Вот и все. Поэтому два пацана растут без отца. И вместо того, чтобы вам сейчас все силы направить на то, чтобы исправить эти ошибки, то есть много работать, чтобы ребят брать на лето там куда-то, не знаю, на каникулы. Если тем более первое, как вы говорите, непутевое, выживает как может, бросает ребенка, ну, как-то исправить свои ошибки. Жизнь нам для этого и дана длинная, чтобы, если накосечил где-то, исправить. Ну, он творческий, у него все внутри. Ну, двое детей это тоже немного смущает. Могу сказать, что вы до сих пор действительно жили как во вспышке, потому что мужчины кардинальных знаков ровно так свои отношения и строят. Я вам желаю из этой вспышки выйти и увидеть нужды других людей. Как только человек говорит, у меня нет врагов, я сразу начинаю понимать, что это что-то со знаком весы. И когда я увидела, что у вас куча планет в весах, мне сразу стало понятно, что да, вы из классики не выбились, скажем так. Так, мужчины знака весы, обычно покладисты, послушные, они действительно не конфликтуют никогда в открытую. Но они всегда гнут свою линию, тем не менее. Вот знаешь, человек, который с тобой не спорит... Весы это октябрь? Да. Знаешь, человек, который не спорит в открытую никогда... Я знаю такого злого человека, который под знаком весы. Злой, необъективный, просто злой человек. Вот злой, отвратительный, который все сжигал и рушил вокруг себя. Да, смотри, это не значит, что это относится ко всем абсолютно, там нужно смотреть, конечно, индивидуальные особенности карты. Но вот когда у человека ярко выражен этот знак, как у нашего героя, это всегда дает такое некое соглашательство для вида. Я абсолютно уверена, что Константин будет с нами сегодня соглашаться, не спорить в открытую. Он будет делать вид, что он принимает нашу позицию. Но в конечном итоге все равно поступит по-своему. Поэтому нам остается только наблюдать за происходящим. Совершенно верно. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание, не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Константин. Встречайте первую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя необычайный чистый взгляд. Я надеюсь, что он меня обманет. Спасибо большое. Тяжело, это тебе. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Увлекается йогой и медитацией. Гордится тем, что ведет колонку о подростковых проблемах в интернет-издании. Мечтает научиться летать. Признается, что часто выражает эмоции специфическими звуками. Ольга во всем поддерживала возлюбленного, поднимала его самооценку и даже отправила на тренинг личностного роста. Но в конечном итоге оказалась недостойной такого завидного жениха. Надеется, что Константин оценит ее поддержку. Ольга, какими такими звуками вы выражаете свои эмоции? Продемонстрируйте хотя бы один звук. Ну, например, когда я очень счастлива или мне что-то нравится, я такая... Ну, просто как я пищу, как мышка. Или когда меня что-то смущает или нравится. Ну, не знаю, как-то трогает меня до глубины души. Я делаю так... О-о-о. Ну, просто на какой-то вот ситуации в жизни. Как смело. Просто так получается, что на каждой ситуации в жизни у меня есть какая-то своя эмоция. И мне об этом сказал мой молодой человек, что... Оль, мне кажется, тебе пора уже записывать аудио-видео, не знаю, CD, чтобы ты показала людям свои звуки. Их очень много. А на истории жениха у вас какая была реакция? Я немножко была в шоке, если честно. Ну, а звуки какие? А, по-моему, я молчала. По-моему, я молчала, да. Я сидела, пыталась просто пристально слушать. Зайка. Да. Ой, солнышко. А ваш молодой человек тоже издавал в ответ такие же звуки? Да. Он издавал очень много звуков, потому что он был перкуссионистом. Если вы знаете, перкуссионист это человек, который... Это как инструмент. Да, он играет на всех видах барабанов, кроме ударных. И он был талантлив? Он был очень талантлив. Да, он еще талантливый. Он замечательно развивается в этом ремесле. И в свои 32 он добился уже многих высот музыкальных поприща. А почему у вас не сразу с ним начались отношения, а аж через 4 года? Так у нас получилось, что когда мы с ним познакомились, у меня уже были отношения. И нас познакомили наши друзья, общие друзья на концерте. Он играл на конгах, я танцевала. И через 2 года или 3 мы с ним случайно встретились в кино. Я была со своими друзьями, он со своими. И ух ты, а я тебя помню, я тебя тоже помню. Мы поздоровались, пожелали другу хорошего вечера и разошлись. И через год он мне пишет сообщения в социальных сетях. А я только рассталась с молодым человеком. И я очень хотела побыть одна. Мне хотелось разобраться в себе. Понять, чего я хочу, не хочу. Ну, просто пожить для себя, как человек. И вот он мне пишет и говорит, Олечка, так получилось, что ты не приснилась. А мне очень часто снятся вещи сны. И я не подумаю, что я к тебе подкатываю или я тебе что-то хочу. Просто мне нужно, чтобы ты это услышала. И он начинает мне в подробностях описывать его сон. А в его сне у нас любовь, у нас все замечательно, у нас поцелуи и страсти. Но я не отдаюсь ему целиком, потому что в моей голове другой мужчина. Необычная личность очень. В общем, у вас начался с ним роман? Нет, я не хотела. Я к тому, что у вас все-таки с ним начались отношения. Да, у нас начались отношения. Да, и все было хорошо или не очень? Первые три месяца он был идеален. Но просто я души в нем не чаяла. Я не могла поверить своему счастью, что это наконец-то произошло. Потому что вы не видели. Потому что гормон, потому что влюбленность. Он не менялся. Он был таким, каким вы сейчас его знаете. Значит, через три месяца мы с ним садимся. Он говорит, Оль, ты знаешь, я должен с тобой серьезно поговорить. Вот именно сейчас у меня начнутся маленькие изменения, которые ты будешь во мне замечать. Я такая в плане. Ну, знаешь, у меня никогда в жизни не длились отношения больше полугода. Начался мозг погруз. Нормально, отношения без обязательств. На самом деле это страшно даже соглашаться с таким. Как бы мне нравится с тобой спать, но на больше не рассчитываю. Поэтому я сейчас тебе начну маленькими дозами показывать, какой говнюк. Да? Но ситуация в том, что он говорил, Оль, после такого перевоплощения девушки меня обычно бросали. И я поймусь, ты захочешь меня бросить. Думаешь, он меня заранее уже как-то с тобой бросил. Молодец, да, да, да. Ты вообще не в основных вещах стал других девушек видеть. Это пока только предчувствие, но я уже вижу их, да? Ну, просто... И с чего это началось, изменение его? Началось с того, что у него начались скачки настроений. Если раньше со мной делился чем-то, он приходил и говорил, Оль, мне нужно побыть в моем космосе, типа, можно я тебе прильну, ты меня погладишь? И я, конечно, пожалуйста, я его гладила, утешала, советовала что-то. А потом он начал... Покачать пранок. А потом уже доступ к телу стал все реже и реже, да? Доступен к его. Ну, конечно, это же по логике. Просто я-то такой человек, что... Нет, ну как так, нет, я не буду как другие женщины. Я обязательно тебя пойму, я обязательно тебя поддержу, мы с этим справимся. Это они простушки не поймут тебя. Они не поняли, я пойму. Вот с твоей сложной душевной организацией, а я пойму, вот я у нас, да? Вы к нему, а он говорит, нет-нет, не до тебя сейчас, дай помедитирую. Ну, в смысле, у меня разыгралось эго, как так? Нет, я пойму. Я придумаю, я разберусь, я в себе найду силы. Мне кажется, они даже подходят друг к другу. Ты думаешь? Мне кажется, да. Долго вот это у вас происходило? Мы встречались год и два месяца. Нет, когда он уже вас отлучил от себя. Ну вот, вот через три месяца он начал себя потихоньку отлучать. И вы еще девять месяцев у него выпрашивали любовь? Не могу сказать, что я выпрашивала. Получилось все так, что мы с ним периодически ездили на какие-то тренинги, на совместные у нас были какие-то поездки. По личностному росту вот этого всего саморазвития, он меня на это очень сильно подсадил. Я поняла, что у меня начали появляться комплексы. Реально. Я реально в себе уверенный человек. Подняли самооценочку. А вот если бы вы знакомились бы на нашем сайте, знакомствуй.тв, вот бы таких странных мужчин вряд ли бы встретили вас. А он работает, не пробовал, и вы ему не советовали? Он работает. Ну просто он чувствует, что что-то вот... Кем он работал? Кем? На бонгах играл? Да. А как вы все-таки расстались-то со своим? Мы с ним встречаемся, мы соскучились, мы неделю уже перед этим не общались. И мы с ним целуемся, обнимаемся, у нас страсть. И он такой, Оль, ты знаешь, я хочу закончить. Я такая, Саша, знаешь, я тоже хочу закончить. И мы закончили. Козлина классический. Бог с ним пускай на барабанах играет, продолжает дальше. Смотрите, у нас жених, который скрывает свой доход. А вдруг у него будет меньше? Кстати, у вас есть все-таки какая-то ценовая грань? Сколько должен зарабатывать ваш будущий супруг? Я для себя поняла одну вещь. Мне не важно, сколько он зарабатывает. Главное, чтобы я не боялась, что нам не хватит на еду. Я так и знала, что она так ответит. Вот она такой человек, по ней сразу это видно. Вы видите себя рядом с Константином? Я пока не очень понимаю, потому что я лично не пообщалась. А со стороны мне пока трудно сказать. А как алименты двум двоим? Знаете, вот это меня как раз меньше всего смущает. Покажите нам сюрприз, который вы приготовили. Сейчас покажу. Вам нужно переодеться. Мне нужно переодеться. Переодевайтесь, мы вас ждем, пока мы поспредничаем. Давайте, спасибо. Прекрасная, красивая девушка. В другой стране могла бы стать звездой. Просто потому что открытая, взяли бы уже куда-нибудь, стали бы раскручивать. И абсолютно великолепная личность. И всерьез, сколько нянчилась она с этим лузером. Нянчилась просто. Даже ради него пошла на эти тупые курсы. Давайте посмотрим на сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так не умею. Молодец, пластичная. Ну ладно, ты умеешь лучше. Спасибо, дорогая. Спасибо большое. Проходите в свою комнату. Вообще круто. У нас мурашки в семье. Что скажете, Константин? Мне этот экспериментал очень понравился. Чудное. И что больше всего понравилось, она фотограф, хореограф, визажист. То есть абсолютно адекватна своему возрасту. 25 лет. Чудное. При этом невероятная какая-то красавица. Слышена дивная, открытая, глаза горят. Ну если честно, я так же считаю, Оль. Мы все, Оль. Вот сто процентов. Не знаю. Хотя он очень сидел и внимательно слушал тебя, когда ты говорила. Конечно, бывает исключение. Очень внимательно. Прямо глаза в глаза смотрел. Как тебе, Роза? Да, Оль, понравилось. Вы знаете, я всегда вот напоминаю девчонку своим невестошкам, особенно их родителям. Вы знаете, если девушка хорошо образована, с хорошим приданным и даже в виде хорошего образования, без детей имеет право мужчину тоже без прошлого, состоятельного, такого же образованного, без всяких вот таких мутных историй. Вот только поэтому. У вас вы там приятная девочка. Я думаю, многие женщины и мужчины, взрослые будут рады в семью взять такую, как Оля, для своих сыновей. И у нее жених должен быть тоже без прошлого. Ну, в общем, да. Я не сомневаюсь, что она вам очень понравилась, потому что это тот самый типаж, который вам близок. И внешний, и во всем. И я даже думаю, что разница в возрасте уж... Она даже мне близка. Нет, даже разница в росте, прошу прощения, я думаю, вас тут не смутит. Но ее беда в том, что Марс в рыбах напряженно аспектированный, ее всегда будут интересовать вот те самые творческие, в кавычках, мужчины. Не всегда социализированный, не всегда успешный. Ей будет казаться, что именно с ними какая-то родственная нить ее связывает. И я считаю, что здорово, что она уже сейчас, в 25, формулирует себе, что она хочет уже какой-то цели. Ну, а тебе-то как? Костя, понравился? Он очень светлый, искренний человек, мне кажется, но я не вижу в нем мужчину. Не вижу в нем вот этот вот стержень, что ли, как-то вот творческий человек. Нет, просто в нем нет мужчины, на которого ты можешь опереться. Я очень рада, что она сейчас уже это себя четко сформулировала, потому что, может быть, это ее убережет от ее вот этого гороскопа. Поменьше влипания в творческих парней. Вот, собственно, все. Вась, может быть, она уже с ними отжила свое? Хочу верить, но всегда будут нравиться именно такие. И ей очень важно обращать внимание на то, нет ли какой-то особенной зависимости у молодого человека, особенно на то, что он не пьет. Если это просто от творческих терзаний, нужно отношения прекращать сразу, иначе станет женой алкоголика. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Константин». Встречайте вторую невесту. Здравствуй, Костя. Я думаю, мы с тобой не один дизайн-проект сделаем вместе. Здравствуй. Спасибо. Желаю тебе. Спасибо. Спасибо. Можно? Спасибо. Алена, 27 лет. Дизайнер-декоратор. Пишет картины и играет в шахматы. Мечтает посетить выставку «Сальвадора Дали». Признается, что когда нервничает, ест вредную пищу. Предупреждает, что ее избранник всегда должен участвовать в приготовлении семейного ужина. Чтобы снова увидеть бывшего гражданского мужа, Алене пришлось заплатить небольшую сумму, а потом пожалеть о потраченных средствах. Надеется, что с Константином она не зря потратит время. А почему нужно было за деньги-то покупать свидание с ним? А без денег он бы не пошел на контакт? Дело в том, что была такая ситуация, что он работал в таком месте, где, к сожалению, общение с мужчинами только за деньги. Вы из Оренбурга? Да. Землячка? Да. И вы познакомились в Оренбурге, да? Да, мы познакомились в Оренбурге. Так скажем, это был один из самых завидных женихов в городе. Красавец, спортсмен. И мы очень часто сталкивались в городе, но не были знакомы. И так получилось, что столкнулись в общественном транспорте, улыбнулись друг другу. Бывший ее любимый стриптизер. Ален, и у вас начался с ним роман. Да, у нас начался роман. И выяснилось, что он стриптизер. Нет, я знала, что он стриптизер. На тот момент мне, так скажем, был такой возраст, когда я не задумывалась о том, что мне нужно замуж, какой профессии этот мужчина. То есть здесь были именно эмоции и чувства. А мама с папой что говорили ваши? Папа был против. Маме человек нравился, потому что мама тоже людей чувствует больше на эмоциональном уровне. Ну хорошо, и сколько ваши отношения вот такие мучительные длились? Отношения длились два года. Я терпела, я плакала. Измены? Да. Я измен никогда не замечала. Я никогда не видела сообщения. Тогда плакали. Почему? Я плакала, потому что я по своей натуре собственник. Ой, история сумасшедшая просто. История. Не знаю, смог ли я бы ее прожить и пережить столько времени, сколько прожила ее Алена. Хорошо. И вот когда он понял, что в Оренбурге уже все поле распахало, ему нужно осваивать новые территории, он уехал в Москву. Ну, практически, да, наверное. Вы с ним расстались? Наши отношения завершились до того, как он уехал. И это было, я как считаю, что основной из причин, почему он так резко сбежал сюда. Потому что его уже там ничего не держало. И здесь друзья привлекли какими-то новыми вариантами. Она красивая, но она непростая. Ну, я с вами... Что-то вы согласны. Что-то в ней есть. И вот вы вследом за ним едете в Москву. Да, я поехала в Москву. Меня пригласили друзья по работе. И одной из целей было, конечно, найти и увидеть его. И он работал в это время в известном клубе с рептизером. Да. И вы с сердцем, которое выпрыгивало из груди, приходите в этот клуб? Очень выпрыгивала, да, нарядилась. Пришла в клуб, хотела просто увидеть. Мне сказали, что он находится в гримёрке. Ну, не просто увидеть, вы хотели чего-то от него. Я хотела... Потому что чувства ещё... Да, я хотела увидеть, чувства были. Я хотела понять, почему он уехал, не попрощался. Мне это было очень важно. Что-то он заскучал по его лицу, видно. И вот вы уже с дрожащими руками, с выпрыгивающим сердцем изо рта дожидаетесь. Он к вам подходит со спины, не узнаёт вас. Я его ждала у Бара. Он подошёл у меня... Со спины, конечно, не узнал. Подошёл, не узнал. Обнял. Там вот... Танцы. Да, практически в танцы, да. Он был рад, я видела по его глазам, что он был рад мне. Он сел рядом, мы поговорили с ним, и через буквально 10 минут я поняла, что человек абсолютно не тот, что был. Это не мой человек. Он... Москва его съела. Всё, вы распрощались, и это было ваше последнее свидание, да? Да, это было последнее свидание. Если не брать в учёт, что с ним всё нормально, и он ни во что не затянут, то, конечно, он отреагирует, я думаю. На мои уловочки, заманушки. Скажите, Константин красавчик на ваш вкус? Да. Нравится ваш тип? Внешне, да, нравится. Скажите, а какие требования у вас к мужчине? А в первом... Я имею, ну, дождав... Дети не смущают двое? Ну, если честно, меня не смущает наличие детей, меня смущает отношение Кости к детям. Вы приготовили какой-то сюрприз? Да. Покажете? Да, конечно. Я знаю, что у тебя спальня в стиле бунгало, и хотела приготовить сюрприз. Присаживайся, пожалуйста. Очень экзотический, так скажем, чтобы над нами всегда было небо гаити, таити, и не знаю, что тебе больше нравится. И под звуки, которые сейчас будут, сердце всегда трепетало и всегда заново рождалось. Экзотический подарок. Солнце проснулось, да? Да. И сеем, 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 девочки, сеем. Обязательно. Смотри, как последний хорошо ходит. А это девушка. Это девушка, ребят. Спасибо, Аленочка. Спасибо. Проходите в комнату свою. Это молодец. Слушай, ну ты очень хорошо держалась. Ой. Переживала. Как вам сюрприз? Сюрприз замечательный, веселый. Я бы взял свой бунгало. Ну, дело за малым. Осталось зайти в комнату. А тебе? Как, Алена? Ну, я посмотрела на ситуацию относительно вас с точки зрения недвижимости. То есть вы оба уже вторичный рынок. Ну, вы можете только себе позволить вторичку, а она уже является таковой. Без обид, конкретно не имея в виду. Значит, поэтому вам надо договариваться. В общем-то. Поэтому, пожалуйста, все сложится. Если честно, я очень переживаю. Очень жарко. Но он мне понравился вживую больше, чем на экране. Ну, так мне кажется странным, когда взрослая барышня влюбляется во внешние данные. Ну, если это же не часть интерьера, правда? Просто красивый мужчина на диване. Причем она явно не изголодавшись по мужскому вниманию, потому что сама очень хороша собой. Я провела целый анализ. И я поняла, что гороскопически любительницы стриптиза мужского – это женщины с огненным Марсом, часто с львиным Марсом. То есть те женщины, которые любят демонстративное поведение в мужчинах. Но не за счет доступности этих мужчин, а за счет их раскрепощенности и уверенности в себе. Вот я так думаю, что просто этим женщинам слишком тягостно видят, что мужчин коснулся цивилизацией. Уж извините меня. То есть мужчины воспитанные, пускай даже внешне красивые, но скованные вот этими своими рамками воспитания, они их не вполне устраивают. Им нравится дикая мужская природа. Ну, на самом деле спорно, потому что я люблю вообще серьезных мужчин на данный момент в своей жизни. Константин, будете знакомиться с третьей ювестой? Да. Тогда проходите. Привет, Костя. Меня зовут Аня. Я тоже люблю экзотику. И надеюсь, что нам будет поэкзотически хорошо вместе. Думаю, да. Спасибо. Анна, 30 лет. Частный предприниматель в сфере рукоделия. Мечтает увидеть северное сияние, признается, что интимная жизнь имеет для нее особое значение. Узнав, что беременна от возлюбленного иностранца, Анна настояла на свадьбе, но вскоре поняла, что поторопилась. Надеется, что между ней и Константином не возникнет языкового барьера. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Любители экзотики. Да. А что в вашей жизни было? Ну, в моей жизни произошло так, что я поехала отдыхать к своей подруге в Таиланд. Она там... И влюбилась в тайцы? Нет. Она там живет со своим мужем, израильтянином. И к ее мужу пришли все его друзья. И когда я увидела его среди всех его друзей, как он начал нырять в бассейн... Мулак? Он израильтянин. И когда я у своей подруги спросила, есть ли у него девушка, она говорит, да. Ну, и я так сразу подумала... Мой будет. Может быть, у меня есть шанс. Слушай, я прям на Анечку любуюсь сижу, смотрю. Они поссорились, она уехала на соседний остров. И я сразу же взяла инициативу в свои руки и говорю, покажи мне, пожалуйста, остров. И мы поехали, он мне показывал остров. У нас все очень бурно и страстно началось. Смотри, тоже, принципе, инициативное. Взяла и увела. И потом я возвращаюсь в Москву. И понимаете, что беременная. И я узнаю, что я беременная. Он обрадовался? Да, он очень обрадовался по скайпу. Вначале он был в растерянности. Он не мог понять, как это могло произойти. Мы предупраганялись. Нет. Вот современные мужчины радуются отцовству по скайпу, да? Это же все на гармоничках поначалу-то. Конечно, ну хотя бы три месяца, как ехать. Очень обрадовался. Да, но в результате вы-то, девушка, не промах. Как вы сказали, бабур делать не буду, 28 лет, и вообще нужно жениться. Нет. Он мне сам все предложил. Он сказал, что это замечательно. Он обрадовался. Он даже побежал на кухню делать себе коктейль, чтобы выпить за такое событие. Да, это он вам сказал, а сам он рыдать побежал на самом деле. Вы поехали к нему в Израиль? Свадьба была в Израиле? Да, но он сказал, что так скоро я свадьбу не могу сделать, потому что мне нужно закончить свои дела в Берлине. Он жил последние 20 лет в Германии. А сколько ему было лет, извините? На тот момент 43. О, так он уже был такой дядька, а была у него до этого семья? Нет, ни семьи, ни детей. Саш, тебе девушка твоя по скайпу сказала, Дима, у тебя будет ребенок. Мне загорелось, я говорю, нет, вот сейчас и все, и я хотела сыграть свадьбу, пока не было видно живота. Сыграли? Да. В Германии, в Израиле где? Нет, в Таиланде. Я быстро продаю все свои вещи в Москве. Квартиру продаете? Нет, квартиры у меня не было. Я продала машину, все, что наживала все эти годы в Москве, я все это распродала, раздала и улетела. Играть свадьбу? Да, сожгла все мосты, так сказать, ради мужчины, которого, вы знаете, еле-еле несколько, там, изо дней. Ну, девочки мои, у тебя же 28 лет. Который добился всего-то в Москве, и все, о господи. И после свадьбы вы же слетали в Израиль? Он вас познакомил, ввел в свой круг? Когда уже у нас родился ребенок. Вы с ребенком? Мы полетели, я с ребенком полетела в Израиль на два месяца, всего лишь. У него там квартира что-то, у него есть? В каком городе он живет? Он живет в Тель-Авиве, мы жили в доме его родителей. А я улетела из Израиля через два месяца, потому что я поняла, что между нами уже ничего не может быть. Скажите, вы сейчас с ребенком в Москве? Да. Чем вы сейчас здесь занимаетесь? Я сейчас занимаюсь своим бизнесом по продаже, все для рукоделия, но я хотела бы отойти от работы, потому что я очень много времени трачу на работу, и с ребенком я практически не вижусь. Алименты вы получаете от своего израильтянина? Да, он помогает. Хорошо помогает? Нет, не очень. Просто не оправдались ваши ожидания, когда у вас была сверхзадача увезти его у этой русской, которая вам не нравилась. Вы же говорите, что вы можете там машину поцарапать, соперницы и так далее, и так далее, да? А у вас была конкретная задача. Потом была конкретная задача быстро его на себе женить, неважно, что у него не было возможности. И когда вы все это получили, вы, наверное, заскучали. Может, денег не было? И это тоже. А у нашего тоже нет. Она с ребенком. Он с ребенком. У него все идеально, ребят. Он с двумя ребенком. Слушай, он уже многодетная семья. Он все время там... Да. То есть вы рассчитывали на него как надежного кормильца будущего? То есть почему вы вообще допустили тогда это? Если для вас это важно, но чтобы мужчина обеспечил, чтобы вы чувствуете... Наверное, пыль в 8 лет. Я... Красиво ухаживал, красиво говорил. Нет, он даже еще не успел пыль в глаза мне пустить, я просто влюбилась. Я ничего... Секс нужен важен. Она каждый день, понимаешь, как неуемная. А у вас сюрприз готов? Да. Покажете? Да. Ты знаешь что? Я знаю, что это в Нью-Йорк. Я знаю. Мы можем... Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нервничает мир. These big-bound shoes I'm melting away You start you far, far away Мне, знаешь, что не хватает, чтобы она сейчас начинала потихонечку раздеваться? И... And find a king's new york Нью-Йорк Константин, что скажете? Девушка, безусловно, приятная. На мой взгляд, если мы будем вместе, то нам будет очень трудно совмещать все наши нерешенные составляющие, которые есть. То есть я думаю, что ее будет отягощать моя ситуация с детьми, и в ее случае я не смогу стать той надежной опорой, которую она ищет. Нет, просто она из тех людей, которые обслуживают исключительно свои интересы и свои инстинкты. Все вокруг нее, она не считается, и она об этом в прямую говорит, она не считается с чувствами других людей, ей абсолютно это все равно. Потому что ей захотелось сейчас, она это должна получить. И не важно, кто что испытывает, понимаете? Не для того, она, как говорится, вон... Красное... Не для тебя, я наряжалась. Копите деньги, это называется. Если она нравится. Ну да, Анна Каковин прямо и четко высказала свое однозначное пожелание к мужчине. Хочу не работать, хочу больше проводить времени с ребенком. Имеет право, особенно если бы это желание она высказала своему законному мужу, отцу ребенка. В общем, это можно было бы понять. Я уверена абсолютно, что при любом напоре, что при любом желании со стороны женщины за 10 дней отношения, конечно, не строятся. И даже если это случайная беременность, возникает в 28 лет много вопросов, почему она возникла, как. И я думаю, что эти вопросы Анне нужно задать прежде всего самой себе. Роза. Я в начале программы сказала по поводу того, что нужен повод для уважения, в общем-то, и тогда у вас будет все складываться. Вот я подумала, Ольге вряд ли найдет повод для уважения, но если только что-то мистическое. Вы там вроде что-то какой-то эзотерикой там мучаетесь, ну и она. Но в принципе, мне кажется, она уже так прозрела. А во всем остальном вроде как нет. И у Анны вы тоже уважения особо не вызовете. Денег у вас, по сути, нет столько. А вот с Аленочкой уважение не уважение, а договорчик-то хороший может состояться. И, кстати, браки по расчету очень даже долговечны. К тебе не пускают. Да, не пускают. И мы не пустим. Хочу мужика. А я считаю, что вам нужно идти к Анне. У нее подрастает малец. И вы можете искупить какие-то свои грехи, свои промахи в жизни. Помочь ей воспитать пацана. Почему нет? Вы знаете, я считаю, что в моей истории это не будет вариантом искупления моих грехов с теми детьми, с которыми я сейчас не живу. Нет, а потихонечку будут подтягиваться и ваши детки. Но мне кажется, с Анной было бы неплохо. Как и возраст у вас подходит. И вы много наделали глупостей, потому что думали не головой, а другим местом. И она и вы. Вы очень похожи. Вы очень похожи. Я не знаю. Я очень сильно волнуюсь. Я давно так не волновалась. Я не могу понять свои ощущения и свои чувства. А ты что скажешь, Василий? Я бы хотела примешать человеческие эмоции к своему выбору. Но, к сожалению, не имею права это делать. Астрологически вам действительно больше подходит Ольга. Я могу рекомендовать только ее с точки зрения какой-то возможности. Но мне бы по-человечески ей хотелось бы другого будущего. Поэтому, пожалуйста, подумайте пока минутку. А я постараюсь и ответить на ваш внутренний вопрос, ну и на вопрос всех присутствующих здесь в студии, наших зрителей с помощью карт Таро. Пожалуйста, задумайте ту тему или тот вопрос, который вас сейчас тревожит. А я вытащу одну карту из этого чудесного Таро. Одной из самых красивых Таро в мире. Одной из самых красивых колод, которую уже перестали выпускать. Итак, задумайте, пожалуйста, вопрос, а я вытаскиваю одну карту. Да. Это карта «Шестерка кубков», и она соответствует сказке братьев Гримм чудесный «Гензель и Гретель». Я думаю, что эту сказку все помнят. И эта карта нам подсказывает, что прежде всего в вопросе загаданном нужно обратиться к старому опыту, вспомнить свои детские или какие-то первые ранние переживания, воспоминания. То, что тревожило вас давно. Карта призывает быть открытым, чистым, по-детски восприимчивым к ситуации, и тогда можно решить ее. Карта также говорит, задумайтесь. Вы вообще хотите быть беспомощной жертвой и попасться ведьме в лапы, или все-таки напрячься и справиться с ситуацией? Ну и тем, кто задумал вопрос о своих детях, карта дает, во-первых, положительный ответ, А во-вторых, кстати, эта карта обещает возможную беременность и скорое рождение детей, тем, кто тоже задумал об этом вопрос. Вот сколько у вас было времени-то подумать, в какую из комнат пойти. Проходите, мы вас поддержим в любом случае. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Кирилл, 25 лет, номер 3453. Диджей и ведущий. Занимается экстремальными видами спорта, увлекается психологией, мечтает научиться кататься на серфинге. Ищет спортивную брюнетку до 25 лет с правильными жизненными ориентирами. Константин, 46 лет, номер 3454. Графический дизайнер, писатель. Посетил 55 стран мира. Участвует в волонтерском движении и помощи нуждающимся. Познакомится со скромной и воспитанной девушкой, способной родить ему троих детей. Мы не знаем, выйдет Константин один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Привет. Здравствуй. Ничего не хочу говорить. Я знаю тебя. Пошли. У нас есть пара Ольга и Константин. Их поздравляет. Анастасия Спередонова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну я же в баре танцую уже 6 лет. Как держать, чтоб страх себе побеждать. Вы первой жене изменялись с второй, а второй жене с первой. Как ему сказали, говорит, я сейчас поцеловала, а завтра съем. Съели? Сказал, съела, конечно. А вот если мы же, ну, замуж за вас пойдем, то мы как? Мы официально будем расписывать? Ну тогда я понял, с вами-то уж точно. Бетховен в нем явно прорастает и прогрессирует. Я хочу, чтобы эта программа не кончалась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин